Open Air фестиваль Нямога кино и живой музыки прошел в Гродне уже в пятый раз. Юбилейная программа фесту была насыщена жартами и редкими киностужками, а так само разностаенностью инструментов. При этом саправдной фишкой фестивалю с года в год появляется авторская музыка, которая пишется вядомыми музыкантами специально до Кинямо. Об неполторной атмосфере первым юбилеем и планах на будущее в видеосюжете. В пятый год запорх родинцы отремоуливают асалоду однямога кино, аутарской музыки сучасных композиторов и свежего летнего поветра. Место концентрации ретро-настрою неизменно – внутренний дворик музея истории и религии. Вообще сам фестиваль задумывался именно объединению всех видов искусства. Не всех, естественно, кино, музыка, и чтобы это все было на открытом воздухе. И естественно мы хотели, чтобы это был именно фестиваль современной музыки, чтобы современные композиторы, и белорусские, и украинские, у нас уже международный фестиваль, и польские, и немецкие, они озвучивают, то есть сочиняют музыку специально к фильму. Кожный строк дзен фестивалю разностайны по жанровой наполняльности. Это и фильмы жахи, драмы и комедии. Головная – это шедевры кинематографа. Все ли ты, например, гродзенцы у першыню убачили у формате Open Air фестивалю «Стушку Гонщик» 1928 года. В головной роли самый вядомый комик того часу – Гаральд Ллойд. До речи, гэты фильма трымау адзинную историю узнагороду – премию «Оскар» за лепшую режиссеру у жанры комедии. Программы выбираются по-разному, на самом деле, но в основном последнее слово за музыкантами. Мы даем им выбор, они, что им на душу больше ложится, они то и выбирают. Поэтому тут скорее разнообразие. Мы учитываем, чтобы было не одинаковые режиссеры, не одинаковые главные роли и жанры. А музыканты просто уже выбирают, выбирают, что им ближе, что им хочется озвучить, потому что их главная работа здесь все-таки. Второе кино и новая авторская музыка – главная фишка фестивалю. Музыканты завжды грают в режиме реального часа, и своей музыкой они как бы оформляют кинокартину 100-годовой доунины. При этом пишется авторская музыка специально для каждого фильма. В вынику отримливаются вариации гукового сопроводжения показа – от классичного тапера до синтеза некоторых инструментов. Работа композитора состоит здесь, он может сочинить свою музыку, концепт. То есть вы придумаете и свои произведения конкретные писать, о себе, о своих переживаниях и так далее. А здесь концепцию дает режиссер, тот, который дал фильм. То есть если, например, у меня концепция, я пишу грустную музыку, то комедию, я уже свое, я не могу показать. Я уже должна показать именно комедию, раз и режиссер хотел. То есть именно показать то, что хотел сказать режиссер. Адметным моментом пятых афестивалю Кинямо стала «Коляровая стушка» и гипецкая историчная драма «Жонка фараона». У истории кино этот фильм отзначен, дякуючи масштабным сдымкам. 10 тысяч артистов, велизарные декорации и ночные сдымки с поветренных ашара. На наступный год организаторы фесту плануют сдевлять и радовать глядачу не только якостными стушками, а ли и адукационным складальником мероприемства. Так у Межах Шостаха Кинямо запланована серая майстер-класса и семинара про историю музыки и кино.